Всем добрый день! Сегодня у нас 28 мая 2019 года. Мы с вами в районе города Видное находимся. У нас снова пристройка к дому. Хочу показать то, что мы сделали. Уже покрасили в один слой весь абсолютно каркас, который у нас был сварен из металла. Также у нас начался монтаж уже электрики. Вот вы видите у нас гофра ДКС. Диаметр гофры у нас 20 миллиметров. Кабель мы использовали в ВВГ и НГ 3х1,5 и 3х2,5. Сейчас у нас 3х1,5, потому что вот эти вот провода, которые вы видите, они идут на светильники будущего освещения. Также мы начали уже утеплять фундамент. Сейчас покажу вам более подробно. Вначале мы вынули грунт на глубину 60 см. Сейчас у нас здесь будет песчаная подушка. Вот сейчас у нас Антон как раз ее разравнивает. У нас пеноплекс, внимательно читайте, у нас пеноплекс фундамент, специальный под фундамент. 100 миллиметров толщина его. У нас все делается по уровню, вот как раз он здесь лежит. Дальше будет у нас армироваться все это сеткой и заливаться стяжка. Для чего вообще кладется пеноплекс? В данном случае 100 миллиметров. Для того, чтобы у нас пол, который у нас здесь будет впоследствии, не сосал, во-первых, воду, а во-вторых, холод с земли, потому что здесь у нас будет отапливаемое помещение и люди будут купаться в бассейне. Кстати, у нас выливый грунт, бассейн идет. Вот, все, полетела. Ветреная погода у нас. Сварочная работа также продолжается. По поводу пола, что хотелось бы сказать. Вот в этой части у нас будет барбекю комплекс, там у нас будет плитка. Также вот здесь вот у нас будет небольшая кухня, там тоже будет у нас плитка. Во всем остальном помещении, естественно, кроме помещения бассейна, вот здесь вот у нас тоже будет плитка или брусчатка. Заказчик еще не решил. Во всем остальном помещении у нас будет террасная доска. Террасная доска будет класть на бетонное основание по пластиковым лагам. Для чего террасная доска? Ну, во-первых, это красиво, эстетично. Она у нас пластиковая будет и ее можно будет мыть керхером. Каким образом это все станет возможным? Там, где у нас будет стяжка, стяжка будет залита с небольшим уклоном. И мы предусмотрим, естественно, сток воды в дренажную трубу. Вот в том месте, где сейчас у нас Сергей производит сварочные работы, у нас будет заложена дренажная труба. Естественно, у нас здесь будет ищая брусчатка, а дренажная труба будет лежать под брусчаткой. И все это будет уходить в канализационную систему, которая располагается за забором. Всем удачи! Небольшое обзорное видео, как это все сейчас выглядит. Чтобы не кусками, а полностью показать просто.